МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итальянских картинговых гонках участвуют иностранцы. В основном это жители государств европейского сообщества, но есть и представители дальнего, для Италии, разумеется, зарубежья. Встречаются здесь и русские. За последние годы, наверное, самый большой выезд. Больше всего выезжал только сборная Советского Союза, наверное, полным составом. Санте-салутера Руссия. Первая из гонок, о которой пойдет рассказ, состоялась в конце февраля на трассе Сауф-Милано. Называется она Кубок Кубков, но, несмотря на громкое название, состав ее участников по местным меркам весьма средний. Вообще там было в районе 10 человек быстрых, а все остальные там были, ну, тормозили там где-то в поворотах и рулем дергали. Привлекательность Кубка Кубков в том, что в нем можно принять участие со всем юным пилотом. Восьмилетний петербуржец Роберт Шварцман заявлен в классе Изикард 60. Вместе с ним сюда приехал москвич Никита Ситников. Ему 9 лет. Учитывая, что у нас зимой перерыв и гонять негде, хорошая подготовка к нашим российским соревнованиям. Я считаю, что это очень хорошая практика для наших пилотов, когда они ездят по хорошим трассам в хорошей борьбе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После зимней спячки два представителя России никак не могут разогнаться. И Ситников, и Шварцман прошлым летом показывали в итальянских гонках неплохие результаты. Но тут пока не получается. И вот прямо вдоль камушков, вот так, с газом, понимаешь? Вот здесь он заходит вдоль камушков. И С-ку правильно начал делать, он далеко поедал. В первой квалификации Никита 17-й, а Роберт и вовсе 24-й. Мы, к сожалению, все тесты в январе проболели, не тренировались вообще. На данный момент, к сожалению, это было лучшее, на что можно было рассчитывать. Не удается проснуться и инженерам. На картодроме, расположенном в местечке от Тобьяна, в полусотне километров от Милана, холодно и промозгло. Итальянцы такую погодку не любят. Первый комплект шин был неудачным. Из-за этого мы весь тестовый день двигались не в том направлении. И первый раунд квалификации был провальным. Второй раунд Роберту и его команде удается гораздо лучше. В Тобьяна необходимо найти настройки шасси для прохождения медленной секции, а длинные прямые требовательны к моторам. Но главное – давление в шинах. Его надо делать как можно выше, потому что на длинных прямяках резина остывает. По результатам двух квалификаций у Шварцмана восьмое время, а Ситников во второй попытке сплоховал. Умудрился вылететь за пределы трассы на первом же круге и так и не смог завести заглохший двигатель. Никита получился двадцатым и попал в самый хвост финального заезда. Как выяснилось позже, это и спасло его от серьезных неприятностей. Первый послестартовый поворот трассы в Тобьяна весьма опасен, что убедительно продемонстрировали участники класса Изикард 100. Финальный заезд класса Изикард 60 тоже не обошелся без серьезной аварии. В переделку попал Роберт Шварцман. С камеры, установленной на его машине, видно, что в случившемся во многом виноват он сам. Находясь на апексе поворота, Роберт зацепил передним отбойником задний бампер соперника. Меня развернуло, и потом на меня все толпа налетела, и ось погнутая, ось погнутый. Я подумала только что, что со своим ребенком. Ни о какой машине, ни о том, как прошла гонка, я, конечно же, не думала. После врачебного осмотра выяснилось, что Роберт цел и невредим. Только вот настроение не очень. Сын очень расстроился. Я его спросила, как у него, что с ним произошло. Он сказал, что вот все нормально, все, только что он расстроился, что так прошел, а так прошла гонка. Дети, желание, желание, то есть, победить, оно иногда перехлестывает возможности. Никита Ситников, наблюдавший за происходящим сзади, принял единственно верное решение, которое и позволило ему продолжить гонку. Я просто увидел, что одна машина подлетела, и другая еще развернулась, и я стала умедляться. Потом я объехал всю аварию и снова разогнулся. Разогнался Ситников неплохо. Некоторое время он даже ехал в призовой зоне, но за два круга до финиша допустил ошибку. Меня объехала вся толпа человек. И вот поэтому я финишировал одиннадцатым. Главное – финишировал. Впереди у Никиты участие в первенстве России в классе мини. Наверняка благодаря этой итальянской гонке у нас он будет выглядеть поувереннее своих соперников. Итальянские, они кто могут зажать, не соглашаться с обгонами, а русские все время соглашаются. Согласятся ли русские с обгоном в новом сезоне, до открытия которого осталось две недели? Поживем, увидим. Талисманы бывают разные. Российская шапка – дань традиции. Это счастливая шапка специальная. Приносит удачу. В соревновании, о котором пойдет речь, нашим гонщикам нельзя было рассчитывать исключительно на свои возможности. Успех могли принести только высшие или потусторонние силы. И еще бы. Винтеркап – зимний кубок, причем далеко не Подмосковье. 300 гонщиков со всего мира, известных имен пруд-пруди. Эдди Чивер, Алекс Фонтана, Карлос Сайнц. Только все младшие. По уровню это чемпионат мира, если не выше. Очень много гонщиков самого высокого класса. Представлены три международные картинговые категории. Взрослые КФ1, КФ2 и юниорская КФ3. До топового класса КФ1 из России пока никто не добрался. В КФ2 и КФ3 наших заявлено по шесть человек. Трасса Вланата, где ежегодно в середине февраля проводится гонка, ходовая, тяжелая и опасная. Жесткие торможения и очень большая нагрузка на ребры в дальних поворотах после прямой. Именно из-за этой нагрузки еще до старта делегация из России не досчиталась двух своих членов – Алексея Стовбы и Ивана Богданова. Приехали за неделю, неделя ничего не дала, то есть ребята чуть-чуть намяли ребра, мышцы заболели. И чтобы не получить более большую травму, мы решили старт на этих соревнованиях отложить. Остальные четверо россиян, участвовавших в КФ2, попали в компанию 126 сильнейших картингистов из 25 стран Европы, США и Японии. В квалификации самыми быстрыми из наших выглядели москвич Кристиан Фридрих и южно-сахалинец Ян Вонзанок. Их времена оказались в четвертом десятке. А вот для Владислава Ступенькова и Марка Приказчикова начало было тоскливо. Быстрее них в квалификации стали более 90 соперников. После отборочных хитов Кристиан Фридрих сразу оказался в полуфинале, а Вонзанок и Ступеньков попали в утешительный заезд. В утешке Вонзанок с 13-й позиции добирается до пятой, таким образом попадая в полуфинал. Завтра будет очень тяжело. Из 23-й позиции стартовать буду пытаться. Но это мой последний шанс пробиться в финал. Не пробьюсь, тогда все, собираю вещи. К сожалению, вещи пришлось собирать всем нашим. До финала не добрались ни Ян Вонзанок, ни Кристиан Фридрих. Лучше всего, наверное, конечно, надо было приезжать за месяц или еще на неделю раньше, чтобы привыкнуть к трассе, к этому покрытию, потому что она очень сильно отличается от российского. А еще лучше вообще никуда не уезжать из Италии, как, собственно, и делает один из российских представителей класса КФ-3, москвич Данил Квят. Он неплохо выступал в 2006 году в российском классе мини, но с тех пор мы видим его довольно редко. Я учусь в Риме в итальянской школе. На итальянском языке это не самое легкое учиться. Учиться, может, и потруднее, но в гоночном мастерстве Данил явно превзошел своих товарищей. В юниорском классе КФ-3, где он выступает, соперников у него было чуть поменьше, чем у взрослых – 100 человек. Но среди этой Аравы Квят после квалификации был на шестой строчке. Из остальных наших пилотов ближе всех к Данилу подобрался Сергей Сироткин. В генеральной квалификации он был 28-м. В Италии хорошо, что тут тепло, но плохо, что все говорят по-разному. Придется учить итальянский. Местные жители неплохо понимают английский, но шины в закрытом парке выдают сначала тем, кто назвал свой стартовый номер на их родном языке. Делайте выводы. Нет, я не знаю итальянского языка. Максим Зимин, Эдвард Фроленков, Степан Карасев и Юрий Строганов распределились по стартовому протоколу с 36-го по 75-е место, что гарантировало им в предварительных заездах полную гамму ощущений. Это очень тяжело, да. Все люди едут очень плотно, очень плотно. Все в десятки едут. Первые 15 человек любой может выиграть. По результатам отборов Даниил Квят сразу оказался в финале. Остальные отсеялись почти все. Юрий Строганов добрался только до утюжка, да и то проехал в нем лишь один круг. Фроленков и Сироткин после утешительного заезда в полуфинал попали, но до главного финала достать не получилось. На стадии полуфинала остановился Изимин. Сошел из-за аварии на третьем круге. Дорогу очень здорово держит. Будет, как мы говорим, хороший держак. Все навыки, так сказать, наши российские, они тут совершенно не подходят. Еще другая траектория, другие настройки автомобиля. И если этого не знать, бывает, ну, ура, не возьмешь. Да. Совсем другой вид спорта, как говорится. Поэтому даже тот факт, что гонщики, только недавно приехавшие из России, оказались не самыми последними, уже хорошо. А Даниил Квят, стартовав в финале с 11-го места, довольно долго держался на шестой позиции. Мы ошиблись немножечко с настройками, дав слишком много зацепа сзади. Таким образом, машина в дальнем повороте у меня соскочила зацепа, и мне влезли двое пилотов. Затем, где-то в середине гонки, меня проехал еще один пилот, и на этом обгоны кончились. Я ехал всю гонку один, а тем. Но на последнем круге ко мне подъехали два очень быстрых пилота, и я смог удержать. Последние три поворота дали очень тяжело, но я смог их удержать и не дала им обогнаться. Результат? Квят на финише девятый, и это отличный показатель. Но ничего удивительного нет. Каким бы талантливым ни был пилот, без европейской практики в лидирующей группе не окажешься. А у Дани эта самая практика есть. А вот Степан Карасев удивил. Международного опыта у него почти никакого. Ну, выиграл недавно гонку в Египте на Ротоксе. Ну и что? Кроме Медуз его там, похоже, ничего не беспокоило. А здесь в Ланата Карасев смог с 71-го места в квалификации добраться до финала, где старт принимают 34 лучших пилота, и продержался все 28 кругов. Гонку закончил на 31-м месте, но для дебюта и это неплохо. Судя по всему, шапка волшебная помогла. Отличная работа. Опыта борьбы у Степана, конечно, маловато, но его результатом мы довольны. В этом сезоне наши ребята еще не раз будут выходить на старт международных гонок, и мы обязательно покажем наиболее интересные из них. А пока о картинге все. Удачи в поворотах!